И, наконец, третье очень важное видео сегодня на тему же общую нравственную духовную тему, отвергающие любовь. Это я в прошлом видео, а это называется «Осквернители и глумители. Слуги тьмы идут в наступление, склоняющие ко греху». И падению. Грязь внутри и снаружи. Вот такое сложное название, но, тем не менее, я обобщил, потому что тема важная. Итак, на нашем жизненном пути бесы нам, помимо страстей, всяких грехов и так далее, которые они нам лично навязывают, они посылают своих слуг. И вот «Осквернители» их задача – осквернить душу, волю и тело человека. То есть дух, душу и тело. Дух – это воля, душа – это великий дар, с которым мы входим в мир. Ну, а тело понятно. Значит, и вот что имеется в виду. Это огромная толпа народа, задача которых, значит, разрушить целомудрие, девство, чистоту помыслов, чистоту тела и чистоту воли. То есть склонить ко греху. Вот больше их ничем не надо обременять. Их задача тупая такая вот, понимаете? То есть они ребесленники тьмы, эти люди. Значит, «Осквернение воли» – это сбить волю вашу, Богом данную, от отца унаследованную, воля к труду, к знаниям, к самосовершенствованию, значит, гармонии, физическое развитие, духовное развитие, этика, нравственность. Вот это все, это все к воле относится. Вот это все остановить. Процесс роста, развития и благодати. Значит, подсылаются люди, женщины, мужчины, иногда сразу и тот, и другой, и другая. Значит, чтобы остановить этот процесс. Чтобы человек не работал, а ленился, праздно жил, транжирил деньги, разорил имущество, данное от родителей или наследства. Чтобы, так сказать, поиметь этого человека и сбить его с пути. Ввергнуть в бездну отчаянное, уныние, страха, нищеты и даже безумия. Через вот это, так сказать, сбитие воли как таковой. Это первая история. Вот человеку говорят родители, или Бог ему говорит через священника, или, так сказать, посылает другим способом знаки. Ты должен врачом быть, или ты там должен погоны носить. Твое призвание спасать, защищать. А осквернитель говорит, да нафиг тебе это надо. Да давай заниматься бизнесом и так далее, торговля, еще что-то там. Уводит в сторону, вообще в сторону. Это есть осквернение воли человека. Той задачи, которую Бог дал и так далее. И таких случаев в моей практике, например, очень много. Я делюсь с вами примерами конкретными. Вот должен был человек врачом быть, а подружка подбила в юристы пойти. А она должна людей была спасать, а не бабло заколачивать в юридическом профиле, в адвокатской там конторе или помощникам судей там. Всегда подошлют кого-то, кто собьет прицел, кто собьет вот эту волю, полет воли, полет духа. И вот так по другим областям. Значит, у меня, слава Богу, таких не было. Меня Господь сразу направил. Значит, знание, образование, воспитание, педагогика, наставничество, значит, письменное творчество. То есть, меня Господь сразу направил. Умей говорить, значит, интонация, дикция, значит, другие моменты. И писать, чтобы ты умел писать. Не только словом владеть, но и писать. Очень мало людей владеют и словом, и речью. Это уникальные люди. Я не о себе. Я вот смотрю, как работают другие на телевидении нашем, еще где-то. Уметь и писать хорошо, и говорить – это редкость очень большая. Вот Владимир Соловьев, наш журналист, которого все ненавидят, и у нас, часть публики либеральной, либератской, и снаружи, он плохо пишет. Я сразу говорю, его тексты читать невозможно. Очень много лишнего пишет. То есть, он писать не умеет. Я читаю, его телеграмм, это третий класс. Троечка, не пятерка. Очень так вот это все размазано, и, ну, не по сути, не по существу. Много лишних слов. Это проблема, потому что много говорит человек. Вот я пишу хорошо, это все знают. И мои статьи исторические, там, о разных деятелях. И послания, поздравления я пишу. Лучше меня поздравлений никто не пишет. Поздравлений с любыми событиями. То есть, копирайтер из меня, там, значит, вот это теперь современное слово. Очень хорошее. То есть, меня иногда просили, вот там юбилей у кого-то, напиши искренне, от души. Вот я раз, раз, и все. Потому что я параллельно развивал речь и письмо. Поэтому и меня взяли без образования в журналистику. Вот три газеты я прошел за четыре года. Рвали меня на части. Иди к нам, иди к нам. Вот так у меня сложилось. Это мне повезло. Я сразу пошел в профиль, который... И меня никто не сбивал никуда. А есть вот то, что я рассказал. Осквернение души, это понятно. Об этом книге там написаны, фильмы сняты и так далее. Это осквернение во всех смыслах души. Отнятие у души благодати. И посылаются вот такие осквернители, которые пьют, бухают, наркотики принимают, значит, праздно живут и так далее и тому подобное. Таких вот очень много. И ты начинаешь, вот у тебя такой друг появился, подружка появилась, и они тебя вот душу твою окунают в это дерьмо, дерьмище в это. Это тоже осквернители. Вот их задача этим заниматься. Их бесы специально к этому готовят. Вот он этот падает, слуга бесовский, и его раз подкладывают кому-то, по знакомству там какому-то, шапошному. В баре познакомились, в ресторане познакомились, в спортивной секции и так далее. Вот это похабщина появляется. То есть что это? Осквернение души это что? Это когда тебя приучают пить, принимать дурные препараты, приманивают к допингам, различным напиткам и прочим делам. Значит, сквернословие. Вот ты не ругался, раз тебе подослали, он мат, перемат и так далее. Я таких сразу останавливал. Сразу. Значит, при мне не материться. Я когда в 20-е, когда мне 20-е годы были, я в 90-е очень много работал с ворами в законе, с бандюганами, с полковниками разными, ФСБшниками, МВДшниками, со всеми. Все 90-е. При мне никто не матерился. Вот, понимаете, энергия должна быть у человека, культура речи. Еще мимика, чтобы ты сразу по лицу, по-твоему было видно, что тебе неприятно. И все сразу раз, и рот свой закрывали, мат не шел. И все, кто вот меня знает, при мне материться нельзя, потому что за это могут быть последствия, не физические, а какие-то другие. Но это если ты духом силен, если ты ставишь себя таким вот образом, чтобы вот там материться, при мне нельзя. А если ты слаб духом, значит, то ты раз и подтянулся, то с тебя осквернили речь, уста твои осквернили. А уста оскверняются, когда душа уже осквернилась. Когда душа, потому что речь и душа, они связаны. Это вам любой психолог скажет. Значит, почему и когда проблемы с речью у человека, быстрая речь заикается, или долго человек не разговаривает. Это психология, это начинает лечить душу, душу. И потихоньку-потихоньку вот эта связь речи с душой, она восстанавливается. То есть осквернители, их задача, чтобы ты матерился. И вот эти все, значит, наши блогеры, стримеры и так далее, которые матерятся, они осквернители. Они оскверняют наш слух, нашу речь, потому что многие повторяют, у многих возникает привязанность к словам, паразитам, фразам, привыкание. Потому что если нет внутреннего фильтра собственного, отсекающего эту мразь, то тогда сил нет. Вот я до армии не матерился вообще, вообще до 18 лет. Не выносил мат, у меня на физическом уровне было отторжение. В армии меня пытались, в советской стройбате, представляете, топографические войска, я попал в стройбат. Значит, там, ну понятно, без мата утро не начинается и день не заканчивается. Не привязалось ко мне, понимаете? То есть этот дух должен быть такой у человека. Порода или дух? А скорее всего и то, и другое. Тут еще вопрос даже не веры, тут еще мы до этого не дошли. И это все пока на этой стадии. Воля – дух. Дух жизни. Плоти – дух. То есть это то, что мы видим, то, что мы слышим и так далее. То есть вначале оскверняет наше зрение, осквернители. Разврат, соблазн, значит, похабщина и так далее. Вот тебя начинают водить, водить, водить и смотрят, залезает в тебя эта мразь вся гадость от бесов или нет. Или у тебя защита какая-то внутренняя. Если ты к эстетике, красоте не тянешься, не стараешься, если в тебе этого нет, а ты вот по помойкам, по бомжатникам начинаешь по вот этим всем ходить и потихоньку-потихоньку сам скатываешься в это состояние, это все через зрение начинается с детства. То есть потеря целомудрия – это вот осквернение глаз, созерцание, потом слуха, мат и так далее. Потом только тело, только потом. Понимаете? Рогатый действует постепенно. Очи, речь, тело. И потом уже сознание начинает привыкать вот к этой мерзости. С экрана ли она льется или от этих блогеров, матершинников. Вот многие молодцы поставили, значит, глушилки. То есть мат сказал, раз – не произносится. А есть, которые шпарят вот из говновоза этого потоком на нас. Это осквернитель, я так считаю. Можно сказать все и без мата. Не все, но можно. Это все пока мы еще до тела не доходили. Это все мы пока говорим до тела осквернении. Значит, уста, речь и вот внутренняя уже грязь зарождается. Вот задача этих вот низших товарищей, вот этих матюкальщиков, развратников, склоняющих ко греху товарищей, нас туда затащить. Поэтому мы, по идее, с детства должны родителями воспитываться в вере христианской, защищающей нравственность. Нравственность, речь, чтобы мата не было. И чтобы ты, ребенок, не видел грязь. Вот как в фильмах показывают – закрой глаза, закрой глаза. Чтобы не видеть насилия, крови, мерзости, гадости, разврата и так далее. Мне в этом смысле повезло. У меня была стерильная атмосфера. Я такой был умный, симпатичный, стройный мальчик, одуванчик такой умный. Читал книжки и все такое. У меня Бог хранил. У меня такое вот. Мне повезло. Ну, потом я побывал в разных историях, так сказать. Меня склоняли, так сказать, и студенчество – покурить травку там, выпить там, в карты поиграть и так далее. Это все уже к телу ближе. И вот мы подходим к этому. Осквернение тела. То есть духа, я сказал. Не там учишься, не там работаешь, не ту профессию выбрал, перестал работать, тунеядством стал заниматься и так далее. Значит, это дух. То есть ломлен дух, дух испорчен. Ты уже не то делаешь, что должен был делать по воле Божьей. Глаза, речь, уста, значит, и внутренние ощущения. Тяга начинает образовываться, привыкание. А теперь мы переходим. Напитки, препараты, напитки – это уже тело. Это все, что мы впитываем, поглощаем. Сюда входит курение. Вот ты не курил, тебе раз, бесы подослали одного, второго, третьего, который курит. Они тебя начинают на это подсаживать. Вначале курева, потом травка. Вот меня так пытались много-много раз. А я за этим, знаете, так наблюдаю. Не то, что интересно. Это как бы, чтобы от мира не оторваться, знаете, в космос туда не улететь, в облака. У меня периодически были такие приятели, подсылали, так сказать, таких. Ну, все знали, что у меня деньги всегда есть. Работа такая, клиенты, так сказать, проблем с этим нет. И как бы пытались, вот пытались меня. И так цепануть, и на карты посадить. Значит, карты – это руки, руки – это тело. Чтобы я затянулся. В казино водили специально меня, чтобы… Это тоже осквернители. Вот давай поиграем, вначале на интерес, потом на деньги, потом на пари. Давай поспорим, давай поспорим. Это все вот эти ребята делают. Потом, значит, в казино, значит, чтобы меня затянуть туда, понимаете. Вот это осквернители и делают. Тело твое начинает погружать напитки, курева, топинги. И уже, чтобы тело ломало твое, вот идти поиграть, заработать, потратить. То есть, раз… А зачем работать, зачем учиться, зачем книжки читать? В казино сходи туда-сюда. И все. Вот они осквернители, что делают. Их задача. Сюда бар, в бар там входят. Ой, все, пятый, десятый. То есть, закатать тело в негатив этот, в мерзость, в грех. Следующий этап, помимо игры курева, напитков и злачных мест, секс, естественно. Осквернить тело, плоть осквернить. Проститутки там подкладывают и так далее. Вот эти осквернители, они этим занимаются. Значит, они сами не понимают, зачем они чистого, хорошего человека склоняют ко греху. У них даже в голове это не рождается, они не понимают. То есть, у них нравственная история первопричин, зачем они это делают, она уже отсутствует. То есть, они полностью рабы вот этой всей истории. Все эти сутенеры, все вот эти вот организующие игры там какие-то, там ставки и прочее. Вот это все, ребята, оскверняющие нас с вами. Значит, секс, блуд и так далее, это все к этому относится. То есть, не курил – закурил, не блудил – заблудил, не играл – стал играть, неважно в какую игру там и так далее. Не сделал ставок – стал делать ставок. Знаете, сколько меня народу на ставки подбивало? У тебя же дар, у тебя интуиция, ты же можешь сказать, кто выиграет, не выиграет. Да давай поставим там 5, 7, 10 тысяч там. Тысячи, я говорю, не-не-не-не, ребята, такой номер со мной не пройдет. Я знаю, на кого вы работаете, а я знаю, на кого я работаю. Это не мой путь, я туда никогда не зайду. Все сразу отваливают, они время не теряют. Если они видят, что ты не поддаешься, что тебя в публичный дом не завезти, как меня вот недавно завозили. Ну и что, я пообщался, я такой уже хорошенький был, посмотрел на них, на этих девчонок, поехали домой. Все, я один с другом поехал. Зачем он меня туда привез, я так и не понял. А затем, что он работает на врага, на Рогатова. У меня-то уже границы свои есть определенные. Я уже разбираюсь и с возрастом, да и 20 лет назад разбирался, кто, откуда, зачем и почему. Но это все равно через тебя должно пройти. Если ты в миру живешь, в этой помойке нашей, мирской, где грязь кругом, везде, то мимо тебя это не пройдет. Следующий этап, значит, сигареты, алкоголь, блуд, это мы, понятные, игромания и прочее рассказали. Потому что игромания – это уже тело, и ты играешь, пальчики, пальчики. Понимаете, это уже не дух, это уже тело, тело хочет, рефлексия. Не было татушек, стали татушки. То есть появляется человек, весь в наколках или частички, вот тебя подбивает. А давай наколочку сделаем. А вот у меня есть знакомый, там тут наколки на теле – это осквернение тела. Вот кто этим занимается, они его не понимают последствий этого. И очень жалко, что наша церковь об этом мало говорит, и на проповедях священники. Вот я живу в Осетии в данный момент. Осетины не делали раньше наколок, кроме сидевших, никто никогда не делал. Сейчас почти у всех, во всех местах осквернение. Зачем тебе наколка на теле? То есть это надо, во, совсем не соображать. Зачем ты тело оскверняешь? Ладно, там в тюрьме сидящие, у них свой мир, свои развлечения – это их проблемы. Не дай бог там оказаться, конечно. От сумы до тюрьмы не зарекайся никто. А эти зачем это делают? Дальше. Пирсинг – то же самое. Осквернение тела – осквернение. Значит, я уже не говорю там про смену пола, про вот эти все Содом и Гамору, значит, про вот эти все игры с Адамазой и так далее. Вот эти все, вот эту всю историю – это всё оттуда. Это всё осквернитель. Вот всегда появится кто-то, а давай попробуем, а давай. А давай курнём, а давай. А давай выпьем, а давай. А давай наколку, а давай. И так вот, если вы пойдёте дальше, 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 то участь ваша ужасна будет. И потом из этого выкарабкиваться, из этого всего – это катастрофически. Тяжело. И очень тяжёлые последствия от этого. Очень тяжёлые. Участь осквернителей, она, естественно, ужасна. То есть, они остаются больными, брошенными, никому не нужными, разрушенными внутренне, духовно и психологически. И конец их ужасен. Потому что их рогаты как презерватив используют. Вот через них он воздействует, так сказать, глумится, оскверняет, так сказать, принижает человеческое достоинство дух и волю Божью. И смеётся над Создателем. Вот, видишь, ты его любил, посмотри, посмотри, как он пьяный валяется. Посмотри, как он на проститутке лежит. Значит, не поймёшь, что он на ней прыгает, или она на нём, и так далее, и тому подобное. А эти радуются, то есть, они кайфуют. Ну, само собой, там денюжки замешаны, понятно, что просто так никто не будет этим осквернением заниматься. Рогатый платит за это, естественно. И вот так он создаёт свою армию. Армию. Поэтому ни в дом нечестивого, ни в нечестивые места приходить нельзя. Но иногда хочется, да, в бар зайти, музыку послушать, стаканчик пива выпить и так далее. Иногда хочется. Редко, но хочется. Но когда это превращается уже в манию, в притяжение, когда ты вот этот смрад слышишь, и дым, и мат, и всё на свете, ты понимаешь, где ты оказался. И тебе хочется оттуда вырваться и обратно в чистое помещение, в чистый мир вернуться. Ну, и покаяться, естественно, попросить у Бога прощения. Так что осквернитель и участь ужасны. Итак, ещё раз в конце. Осквернение зрения, речи, слуха, потеря девственности, а до этого целомудрия. Осквернение духа – это воля смещения с направления нужного Богом уготованного. Когда раз появилась подружка, раз появился друг. Айда туда, айда туда. Всё, поломалась жизнь. Осквернение тела, напитки, курева, допинги, пирсинг, татушки, блуд. Вот так всё просто у Рогатова, понимаете? Сейчас просто вот этих всех форм стало больше, разнообразных, с каждым годом. Ну, а то, что уже пол меняет и так далее, уже красится ужасно, вот это пугалище, вот это кошмарное. Это всё осквернение тела. Это можно смыть, стать обратным мужчиной-человеком, штаны надеть и пойти по улице. Но это не спасёт тебя уже. Тело осквернено. Значит, до осквернённого тела касаться даже нельзя, прикасаться нельзя. Об этом говорили и Соломон, и Давид Царь, и Ветхом Завете, пророки. Кто только об этом не говорил, тем более в Евангелии. Поэтому, если у вас такие осквернители рядом с вами тусят, сидят вам на шее и, так сказать, вас в болото это затягивает, гоните прочь, гоните прочь этих людей. И Бог вам поможет, и Бог вам в помощь. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, оставляйте комментарии. Я своими опытом своим поделился. Делитесь, и вы мне будете... Я всегда общаюсь, ложусь я поздно, час, два, три ночи. Мне вот писали вчера и в 4 утра я тут же отвечал. Я всегда сижу в онлайне, так что на ваш вопрос или комментарий всегда отвечу. Спасибо вам. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok